Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотелось рассказать о библиотечно-информационном обслуживании в университете, так как я думаю, что данный доклад будет интересен библиотекарям из вузовских библиотек, может быть даже и не из вузовских библиотек, но по крайней мере поделиться опытом тех направлений деятельности, которые мы на текущий момент охватываем. Вполне возможно, многие из этих направлений будут пересекаться с вашими, какие-то вполне возможно вы более качественно и объемно выполняете, чем мы, какие-то направления, может быть, будут для вас новинку в деятельности библиотеки вуза. Поэтому в целом доклад это опыт деятельности библиотеки Оренбургского государственного университета в сравнительном анализе за последние 3-2 года. Извините, сразу не представился, но Павел Юрьевич представлял, я директор библиотеки Петр Алексеевич Болдарев Оренбургского государственного университета. В этой должности сравнительно не так много лет, скоро будет 3 года, но за эти года накоплен небольшой опыт, которым бы я хотел с вами и поделиться. Прежде чем рассказать о деятельности библиотеки, для тех, кто не знаком с научной библиотекой Оренбургского государственного университета, несколько фотографий и слайдов по зданию, по площадям, по хранилищу в нашей библиотеке. Буквально несколько слайдов, пару минут. Научная библиотека Оренбургского государственного университета была запущена в далеком уже 2007 году, 9 октября. Получается, скоро нам будет 13 лет. Торжественное открытие здания состоялось 9 октября. И вот мы, соответственно, за эти года многое здесь отладили и запустили. Что касается здания, то в здании функционируют 6 читальных залов. Рассчитано на 319 читальных мест. Из них порядка 50 автоматизированных рабочих мест. Три пункта выдачи. Выдача у нас отраслевая. Читателям созданы комфортные условия. Мебели пока еще в хорошем состоянии. Все новое. Деятельность библиотеки. Общая площадь научной библиотеки рассчитана как на существующий фонд. А фонд у нас 1 миллион 50 тысяч экземпляров, так и на перспективу. Хранилище у нас с нулевого по восьмой этаж, общей площадью более около 2000 квадратных метров. Между этажами функционируют два грузовых лифта объемом по 100 килограммов. Таким образом мы книги перемещаем по хранилищам внутри здания. Деятельность библиотеки многогранная и тесно связана со всеми образовательными, научными, культурными процессами университета. Я бы хотел рассказать об основных направлениях деятельности библиотеки. Это создание материально-технической базы библиотеки, автоматизация библиотечно-библиографических процессов, формирование библиотечного фонда, как проходит, создание справочного аппарата, обслуживание, информационно-библиографическое обслуживание, культурно-просветительская деятельность, научно-исследовательская деятельность, методическая работа, ну и оказание платных услуг по присвоению УДК, ББК, а также к серокопированию и распечатке документов. Но начнем по порядку. Первое – это материально-техническая база библиотеки. Вот за период с 2016 по 2019 год в библиотеку поступило 22 единицы техники, а в общем сейчас у нас порядка 140 единиц техники. За эти года, ну, незначительно, но все-таки получается улучшать материальную базу. Это 10 компьютеров, это 3 многофункциональных устройства, это и принтеры, и сервер для библиотечных нужд, плотеры, светной принтер, фотопринтер, ламинаторы, книжный сканер. То есть что-то мы, соответственно, приобретаем и запускаем в нашей деятельности. Для, наверное, как и многие из вас, для чтения незрячих и слабовидящих, читателей закуплено и установлено портативное устройство Zoom Text Image Reader. Из множества предлагаемых такого рода вещей, вот остановились на таком устройстве вполне и по деньгам, и по функциональному выполнению данное устройство нас вполне удовлетворяет. Также в целях развития материально-технической базы библиотеки мы планируем переход на отечественное программное обеспечение. Это требование, получается, правительства и руководства университета переходить на отечественное ПО. Пока это планомерно работает, но не в целом в масштабах всего университета пока не получается, но над этим работают специалисты. Также мы планируем переход на радиочастотные метки, установки антикражных ворот для создания читальных залов открытого доступа к печатному фонду. Но, к сожалению, объемы книговыдачи традиционные падают, поэтому активную литературу, часто запрашиваемую, мы, наверное, все-таки планируем разместить в читальных залах с открытым доступом. Также необходимо нам приобрести терминалы самообслуживания для возврата литературы, чтобы, наверное, было бы удобно их установить на первом этаже в холле библиотеки, чтобы можно было без препятствий навернуть литературу без участия библиотекарей. А также планируем, и частично уже это все выполнено, установку в читальных залах на компьютерах, в читальных залах специализированного программного обеспечения, которые используются студентами в рамках учебной деятельности, рекомендованной в рабочих программах учебных дисциплин. Следующий аспект деятельности библиотеки – это автоматизированные технологии библиотечной деятельности. В Оренбургском госуниверситете уже на протяжении более чем 15 лет реализуется полномасштабная автоматизация библиотечных процессов. Мы пошли по пути собственных разработок, мы не используем коммерческие продукты, соответственно, мы держим в штате программистов, которые занимаются только автоматизацией библиотечно-библиографических процессов, которые, конечно же, сопряжены с процессами, проходящими в университете, это и образовательные, и научные, и другие. В целом, весь университет идет по пути собственных разработок. Поэтому разработанные комплексы задач библиотеки, они входят в состав общей масштабной системы, информационно-аналитической системы Оренбургского госуниверситета. И в нашем случае подсистема называется библиотека, которая 100% интегрирована со всеми процессами ВУЗа. Соответственно, успешное решение задачи автоматизации библиотечно-библиографических процессов обусловлено вот этой вот самой интеграцией. То есть мы не ведем информацию о сотрудниках, о студентах, информацию об учебных планах, сетке часов и так далее. То есть достаточно мы, допустим, если взять автоматизированное обслуживание, то, соответственно, мы уже получаем готовую информацию в рамках интеграции о студентах. Если говорить о книгообеспеченности, то, соответственно, мы уже видим информацию о учебных планах текущего года, о читаемых дисциплинах, видим сетку часов, то есть какие преподаватели читают. То есть в этом плане нам гораздо легче автоматизировать процессы, проходящие в библиотеке. Ну, соответственно, все процессы у нас автоматизированы. Это комплектование, это каталогизация, это электронный каталог, это и книгообеспеченность, обслуживание. Мы формируем базу, собственную базу данных трудов ППС и базу ВКР и так далее. Ну, я бы хотел представить несколько программных систем, которые мы используем в своей деятельности, которые разработаны нашими программистами. Ну, вот первое, это, конечно же, стержнем всей автоматизации, является электронный каталог, который на текущий момент 100% отображает весь фонд библиотеки и на текущий момент насчитывает более 930 тысяч библиографических записей, включая записи, которые мы получаем в рамках межаналитической росписи статей. Информационно-поисковая система электронный каталог, она, во-первых, базируется на данных, которые мы вносим, а во-вторых, ядро электронного каталога составляет Яндекс.Сервер, то есть это поисковая машина Яндекс, уже готовые решения, которые просто проиндексировали нашу базу данных. Ну, вот по такому простому пути решили пойти. Результаты поиска выглядят в виде каталожной карточки, ну, вот у кого будет время, можете зайти на сайт библиотеки или по СУРу и попробовать в электронном каталоге найти какие-либо издания. Зарегистрированные пользователи имеют возможность осуществлять удаленный заказ изданий. Заказ в электронном читательском формуляре у, кто зарегистрированы, соответственно, имеют информацию о заказовой литературе, информацию о том, какая литература им выдана, и различные статистические показатели в электронном читательском формуляре. Также и одной из актуальных задач в работе библиотеки является задача формирования библиотечного фонда, комплектования его учебными, научными и периодическими изданиями. Вот для этого была решена задача, или реализована одна из программных систем, учет и обработка заявок на закупку литературы, целью которой, соответственно, послужила необходимость автоматизации процессов учета заявок от подразделений университетов, в основном это от кафедр. Заявки принимались с учетом уже автоматически рассчитываемых показателей книгообеспеченности по дисциплинам специальностей. Возможностей у программной системы много, это и формирование сводного прайс-листа, и формирование издательств, то есть мы аккумулируем, собираем прайсы издательств, конвертируем их в эту систему, предоставляем возможность преподавателям самостоятельно из сводного списка прайсов искать нужную им литературу и заказывать ее, формировать уже сводные отчеты для аукциона, для закупок и так далее. То есть это часть программной системы общей, которая позволяет автоматизировать процессы приема, обработки и информирования кафедр о выполнении заявок на закупку литературы. Качественное комплектование фонда, конечно же, невозможно без мониторинга книгообеспеченности учебного процесса. Этот род деятельности тоже полностью автоматизирован. в рамках деятельности библиотеки требуется от нас, чтобы мы, исходя из фонда рекомендованных рабочих программ, осуществляли закрепление рекомендованной литературы за учебные дисциплины и учебного плана. С учетом того, что в университете разрабатывается порядка 15 тысяч рабочих программ, здесь, конечно же, очень много работы по закреплению или, наоборот, откреплению рекомендованной литературы. Соответственно, система уже автоматически просчитывает все показатели обеспеченности, как по традиционному фонду, так и с учетом электронных изданий из электронно-библиотечных систем. Данные абсолютно актуальны в текущий момент времени, поэтому данный мониторинг – это не только отчеты для аккредитации, но и, соответственно, это эффективное принятие решения, в каком направлении, по каким направлениям, профилям, дисциплинам необходима соответствующая литература, либо в печатном, либо в электронном виде из ЭБС. Еще одна из систем – это обслуживание читателей, которое стало возможным благодаря интеграции с основной системой базы данных УГУ. Основа автоматизированной книговыдачи лежит технология штрих-кодирования. Весь фонд библиотеки заштрих-кодирован, и, соответственно, читатели имеют пропуск, пластиковые карточки с штрих-кодами, которые служат как входом на территорию университета, так и, соответственно, документом для того, чтобы его читателя обслужить на одном из пунктов выдачи литературы. На слайде представлен электронный читательский формуляр, где, соответственно, читатель имеет возможность через электронный каталог заказать литературу, может увидеть список заказанных источников, может увидеть всю операцию деятельности, всю операцию выдачи возврата литературы из фонда, поменять логин и пароль. Логин и пароль выдаются при регистрации, соответственно, здесь в библиотеке, получить доступ к сети Wi-Fi, ну и к другим сервисам, которые предоставляются здесь у нас на территории библиотеки. Таким образом, заказать литературу и выдать к выдаче читатель может в любое для себя удобное время, в том числе находясь за пределами библиотеки. Благодаря реализации автоматизированной книгой выдачи на основе мониторинга статистических сведений о количестве выдачи единиц хранения, разработана, на слайде представлена статистика востребованности литературы. Данная программная система мониторит такие показатели, как запись студентов по факультетам, по кафедрам, по направлениям и конкретно по группам. Также мониторит система, как студенты пользуются литературой. Традиционной, здесь пока нет интеграции с электронными библиотечными системами, но как пользуются традиционным фондом, абсолютно прозрачная и объективная информация. В частности, на слайде видно, что на текущий момент эта статистика собирается в течение учебного года. На текущий момент 10% студентов первого курса еще не записалось в нашу библиотеку. Показатели востребованности, книговыдачи, посещаемости также у нас смотрят и мониторят факультеты, выпускающие кафедры. И это нам помогает удобно и оперативно принимать управленческие решения по тому, чтобы студенты пользовались литературой из фонда библиотеки. Из последних разработок, их много, я не все перечисляю, это создание единой веб-платформы по выпускным коллекционным работам и полнотекстовым трудам професско-преподавательского состава. Мы создали свою электронную библиотеку в выпускных коллекционных работ. Далее будут представлены сведения. Ну и, соответственно, у нас достаточно давно, с 2001 года, формируется электронная полнотекстовая база данных трудов наших преподавателей. В частности, что касается электронной библиотеки в выпускных коллекционных работ, мы в Министерство Минобраннауки отправляли ссылку на нашу разработку, предоставляли им аккаунты для доступа, и они, соответственно, по нужному им направлению, профилю, форме обучения делали выборку по выпускным коллекционным работам и, наверное, судя по статистике, скачивали ряд работ для какого-то своего анализа. Еще одна из разработок, вот это буквально в прошлом году, была разработана в связи с тем, что мы достаточно активно занялись работой по оказанию платных услуг, в основном это, конечно же, ксерокопирование и распечатка, поэтому требовалось вести учет финансово-хозяйственной деятельности библиотеки, в основном, конечно же, это в учет вне бюджетных средств по данному виду деятельности. Поэтому, чтобы мониторить ситуацию по расходам и по доходам, требовалась подобного рода разработка программной системы. Еще одна система, это с целью эффективного управления персоналом научной библиотеки, была разработана система по периодическому контролю и мониторингу загруженности сотрудников библиотеки, а также отслеживание хода выполнения поставленных задач и поручений. Вот данная система мне, как руководителю, моим заместителям, а также заведующим отделами легко и просто раздавать поручения, выставлять сроки и, соответственно, мониторить их исполнение. Кроме того, за каждым сотрудником закреплен список выполняемых задач, ну, есть задачи, которые выполняются каждодневно, соответственно, сотрудники по этим задачам, если обслуживание, то там, конечно же, автоматически собираются показатели по объему выдачи, ряд есть процессов, которые постоянно выполняются, сотрудники отчитываются по выполненным работам. Это нам, соответственно, дает возможность в целом за год или за какой-либо другой период собрать информацию о том, какие объемы работы были выполнены библиотекой и, соответственно, оцените наши трудозатраты и, соответственно, принимать какие-либо решения или, наоборот, отстаивать свои позиции в плане проводимых процессов оптимизации. Программная система внедрена и активно используется уже 2-3 год пошел. Что планируется в плане оптимизации, что бы хотелось бы мне, как руководителю, это более тесная интеграция с электронно-библиотечными системами. Здесь, конечно же, нужны подходы, пути. Зачастую это индивидуальные подходы к каждой из электронно-библиотечных систем. Далее будет у меня по слайду, к скольким ЭБС подключены. В этом направлении хотелось бы более плотно и тесно посотрудничать со всеми электронно-библиотечными системами, к которым мы подключены. Следующий важный аспект в деятельности библиотеки – это формирование библиотечного фонда. Здесь я раскрыл достаточно объективную картину. Может быть, она выглядит таким же образом у вас. В нашем случае за последние 5 лет объемы затрачиваемых средств на комплектование уменьшились. Если говорить в частности по затратам на книги, то это порядка 1 миллиона, периодика 2, и электронно-библиотечной системы 2,1 миллиона. За последние 2 года как бы устаканился объем затрат. Как видите, достаточно сильно упали в финансирование. Текущее состояние фонда на физических носителях и сетевых и электронных документах представлено на следующих слайдах. В графике А и В представлено поступление в фонд как традиционного, так и электронных изданий. Объем Б и Г это объемы фонда на физических носителях и сетевых и электронных изданиях. Объем сетевых и электронных изданий ежегодно растет за счет того, что электронная библиотечная система расширяется, у них контент расширяется. Затраты пока затраты на приобретение ЭБС мы, соответственно, не увеличивали, несмотря на то, что фонд электронных изданий из ЭБС растет. Но я думаю, что, наверное, рано или поздно, скорее всего, в следующем году электронная библиотечная система увеличит стоимость своей подписки. В 2019 году мы заключили пять контрактов. У нас ВУЗ многопрофильный, мы готовим специалистов практически по всем направлениям, за исключение военных специальностей и еще ряд. А так практически все. Поэтому покрыть потребность одной электронной библиотечной системы контингента у нас в университете 15, вот в главном корпусе 15 тысяч студентов, практически все направления подготовки, одной ЭБС не получается. Ну вот такой у нас состав на текущий момент. Это университетская библиотека онлайн, это ЭБС-издательство онлайн, пакетно подключаемся, ЭБС-знанием, базовая, пакет, ЭБС-консультант студента, тоже пока пакетно, ЭБС-юрайт, ну там у нас бесплатно легендарные книги, но тоже ведем с ними сотрудничество, ну и ЭБС-рук-консульт, ну здесь у нас еще в далеком 2012 году создавалась своя электронная библиотечная система на их платформе. Ежегодно научная библиотека, кроме электронных библиотечных систем, конечно же, ежегодно научная библиотека участвует в конкурсе на право получения лицензионного доступа к международным базам данных. На слайде представлены базы данных, к которым мы получаем доступ в рамках проводимого конкурса, сейчас это делает, насколько вы тоже знаете, подразделение в ГПНТБ. Спасибо коллегам, часто доступ ко многим базам данных мы получаем, и поэтому, соответственно, активно пользуемся, и мониторим ситуацию по их востребованности, так как, чтобы сохранить подписку на последующие годы, мы активно проводим семинары с студентами, аспирантами, преподавателями, смотрим статистику востребованности, если где-то видим, что недостаточно хорошее, делаем сообщения, сообщения, то есть, в этом направлении мы работаем. Ну, вот из таких ресурсов, как Шпрингер, мы очень давно пользуемся, Королевское химическое общество Великобритании, два или три года уже скоп в Эпо-сайенс, Американский институт физики, физическое общество, проквейс диссертейшнс и так далее. Уважаемые коллеги, я на вопросы постараюсь, наверное, ответить в конце презентации, потому что уже по скроулингу опустил уже вот то, что я вижу, сколько программистов в штате библиотеки, на текущий момент было четыре, два хороших специалиста ушли, потому что зарплата в бюджетной организации не может конкурировать с коммерческими организациями, но в любом случае сейчас два, включая меня, так как по первой своей специализации я инженер-программист, поэтому на текущий момент по факту три человека управляют этой системой и занимаются ее развитием. Я тогда отвечу на все вопросы, а пока продолжу презентацию. Далее, база, кроме электронных библиотечных систем и международных баз данных, которых мы получаем по подписке в университете формируется и собственная электронная библиотека, которая включает учебники, учебные пособия, методические издания, научные издания, монографии, конференции, а также у нас электронная библиотека с 2016 года формируется и трудами студентов, получается, выпускными коллекционными работами. На текущий момент это 23459 полнотекстовых изданий. В прошлом году поступило и было отработано более 8000 трудов. Данная база ежегодно пополняется Дело в том, что мы введем собственную внутреннюю базу данных трудов преподавателей, всех трудов, включая учебных и научных, то есть это статьи и так далее, с целью того, чтобы для университета, для подразделений, для кафедр оперативно и быстро формировать списки опубликованных трудов. в частности мы для преподавателей формируем, динамически формируем список по конкурсу, в котором они участвуют, либо формируем список для список трудов для получения звания ВАГ. Поэтому соответственно у нас в библиотеке самая полная и объективная информация по всем трудам преподавателей. Дело в том, что ни платформа e-library ни какие другие платформы не дают объективную картину по публикационной активности преподавателей. И вот эти обязательства мы взяли на себя и соответственно формируем такого рода базу. Далее последние три года уже получается четыре мы также взяли на себя обязательства по формированию выпускных коллекционных работ студентов университета. Но здесь процесс организован так, что мы не единственные задействованы в этой деятельности. Сам сбор ВКР включая отчеты о системе антиплагиата, нотации, рецензии и так далее сбор осуществляют сами выпускающие кафедры. Мы соответственно получаем полный текст ВКР и как сотрудники библиотеки создаем на нее библиографическую записи. Тем самым тоже формируем сведения, списки ВКР студентов и имеем вот такую полнотекстовую базу данных выпускных коллекционных работ студентов. Библиотека ВКР она доступна преподавателям, доступна студентам, но по авторизации. Хотя как бы по 600 по-моему 636 приказу библиотека должна быть ВКР в общий доступ доступ без каких-либо ограничений. Ну вот мы пока только по авторизации предоставляем такой доступ. Далее еще один проект, который мы реализовали и активно он пополнялся, реализовали его в 2017 году, но вот активно пополнялся он в 2018 году, это открыта электронная библиотека Оренбуржья, объединяющая электронные фонды Оренбургской области и расширяющая информационные услуги для всех жителей Оренбурга, ну и России, если кто желает увидеть полные тексты издания здесь нашего Оренбургского края. УЭП это стало площадкой для популяризации фонда как отдельно взятой библиотеки, ну мы как организаторы этого проекта пошли по какому пути, чтобы другие библиотеки участники как бы не растворились в общей массе мы решили по коллекциону выделить каждого участника данного проекта, поэтому в целом как бы система ищет по всем коллекциям, по всем вузам, которые участвуют в этом проекте, можно конкретно перейти или зайти в полно текстов издания любого из участников. На текущий момент это наверное уже более 10 тысяч полных текстов издания Римбуржи. В частности нас очень порадовало активное участие областной библиотеки имени Крупской, которая интересная выложила контент по краеведению. Формирование библиотечного фонда это непрерывный процесс, поэтому здесь конечно же постоянная процедура подписки, это аукционы, это контракты на доступ к электронным библиотечным системам, это подписка на периодические издания, как традиционные, так и электронные, ну и соответственно же формирование собственной электронной библиотеки, это отнимает много сил и времени у сотрудников библиотеки. Следующий аспект в деятельности это создание эффективного справочного аппарата. Ежегодно работниками научной библиотеки создаются более 10 тысяч библиографических записей на документы из библиотечного фонда, как включенные фонды, так и не входящие. Вот как я уже говорил, это и библиографические записи аналитического уровня, и на статьи, и журналов, а также сборника конференции. Все библиографические записи отражаются в электронном каталоге библиотеки, оперативно раскрывают состав и содержание фонда для читателей. также у нас попытки по интеграции каталогов и электронно-библиотечных систем, или там не попытки, а все-таки мы какие-то мосты наладили, там, конечно же, требуется постоянного обновления данных, и где-то в какой-то момент не всегда это делаем оперативно. Таким образом, накопленный объем библиографических записей на библиотечный фонд у нас требует совершенствования информационно-поисковых возможностей. Да, мы сейчас уже стали понимать, что все-таки требуется каких-то разработок по совершенствованию поисковых возможностей электронного каталога, агрегирование всех ресурсов библиотеки, как внутренних, так и внешних, также традиционных, электронных и так далее в единый информационно-поисковый сервис. Поэтому здесь, конечно, есть решение, мы будем над этим работать. Создание также удаленных сервисов и услуг и, как я сказал, агрегирование всех ресурсов в единый информационно-поисковый сервис. Далее, вот следующее направление это библиотечное обслуживание, которое пользователей, которое из года в год немножко уменьшается. как видно на диаграммах электронное количество пользователей на текущий момент у нас 18 тысяч, сейчас приблизительно так, 18 тысяч читателей, количество посещений на диаграмме б, уменьшается. И вот последняя книга выдача. Здесь идет печатный, электронный, ну и суммарно. Ну, соответственно, объем выдаваемых печатных документов за последние пять лет уменьшается. Вот по результатам 18-го года все у нас составило 85 тысяч книг и выдач традиционного фонда. А вот объем обращений к электронным документам из ЭБС оно наоборот возрастает. Ну, хотя вот последний год немножко устаканился этот процесс 120-19 тысяч обращений. Я думаю, что подобного рода картина, наверное, наблюдается во всех вузовских библиотеках. Поэтому и в какой-то степени проходит оптимизация штата занятого в обслуживании. функциональные отделы загружены 100%. Часть, конечно, персонала функциональные отделы переводятся, а часть уже возрастная она, к сожалению, уходит по сокращению либо сами уже по возрасту. На следующем слайде представлена статистика востребованности электронных изданий из ЭБС, из собственной электронной библиотеки, из базы данных РГБ, международной базы данных и лайбрери. Так вот картина на текущий момент за последние два года у нас обстоит. Показатели абсолютно объективные, ненадуманные, то есть как она реальная картина. на самом деле выглядит. Ну вот что касается загруженности библиотеки по традиционному фонду в расчете по традиционному книжному фонду в расчете на одного студента за период с 17 по 18 год. Здесь мы просто по факультетам привел картину, как факультеты пользуются фондом. На первом месте факультет филологии. Здесь понятно, что филологи больше и чаще читают. В среднем получается по университету данный показатель равен трем книгам выдачи на студента. Финансово-экономический факультет хорошо пользуются архитектурно-строительные, электроэнергетические, химико-биологические, но дальше пошло на оболь. В среднем по университету этот показатель равен. И сейчас тоже наверное за 19 год подойдем к такому же уровню, к трем книгам выдачи на одного студента. Что касается задач в этой области, то здесь предлагается с целью повышения доступности традиционного фонда создать читальные залы с открытым доступом к наиболее востребованной литературе. Для привлечения студентов к использованию фонда необходимо организовывать совместно и организовываем, конечно же, проводим совместно с кафедром дни информации основы информационной культуры, дни дипломников, кафедра первокурсников и так далее. То есть делаем все возможное и невозможное для того, чтобы привлечь студентов к использованию традиционного фонда и электронных библиотечных систем. Следующее направление, о котором я хотел бы вам рассказать, это информационно- библиографическое обслуживание професско-предподавательского состава и студентов. По данному направлению можно выделить следующие показатели, это темы, обслуживаемые в системе распространения, избирательного распространения информации. В прошлом году в системе обслуживалось 60 преподавателей, в целом по университету 998 преподавателей, но те, кто изъявил желание, было 60. также проведено 67 информационных выставок новых поступлений и дней информации. На 31% выросло количество консультаций, оказанных пользователями. За последние три года у нас консультационная деятельность сильно выросла. У нас библиографы активно консультируют преподавателей и студентов. То есть вот этот род деятельности консультации очень востребованный и конечно же требует постоянного повышения квалификации, но к сожалению опять же из ограниченного объема финансирования выезжать на какого-либо конференции или там повышение квалификации не удается, поэтому вот такого рода вебинары, семинары мы активно посещаем, слушаем и в общем-то так получается внутренний внутренними усилиями проводим повышение квалификации. Также было проведено 97 часов занятий по основе информационной культуры в прошлом году и сейчас тоже прошло, хотя так вот быстро, скоротечно, факультетами, целыми факультетами мы провели основу информационной культуры. Также хочется отметить ежегодное увеличение объема принятых и отработанных трудов преподавателей, как я уже сказал, для чего это делается, для того, чтобы по запросу преподавателя оперативно и быстро сформировать список его трудов для участия в конкурсе или получения звания Ваковского. Также мы активно ведем работу по включению трудов преподавателей в российский индекс научного цитирования, опять же огромные объема работы. По цифрам видно в Ринце это более 6000 публикаций разного рода, в том числе и конференции. У нас в университете проходит много конференций очной формы, факультеты, кафедры и, соответственно, при нашем участии с определенной группой размечников, наверное, те, кто работал в Ринце, знаком с системой Эртикулс, активно вводятся все конференции, проходимые в УЗИ, в Российский индекс научного цитирования, и там, конечно же, опять огромные объемы информации, и, соответственно, много библиотекарей, опять же, задействованы в этом процессе, потому что это трудоемкий процесс, занимающий много времени и усилий. таким образом в ой, чтобы ой, ой, Петр, обращай внимание, пропал звук и изображение. Перезапустите, пожалуйста, перезапустите вебинар, пожалуйста. То есть переводи в него. Раз, два, три, раз, два, три. Продолжение следует. По объему отражения публикации и цитирования. Следующее направление это... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, действительно, перебои какие-то с интернетом. Слышно меня? Хорошо, отлично. Продолжение следует... Было организовано за прошлый год 115 выставок для сопровождения различного уровня мероприятий, конференций, семинаров, проходящих на территории университета. Такие выставки, как научные труды молодых ученых, ежегодно проходит студенческая конференция, День космонавтики, правовое регулирование экологической безопасности, 1418 дней ночей к Дню Победы. Также посвященные терроризму, молодежному экстремизму, антикоррупционной политике, о здоровье, глобальным проблемам человечества, таких как СПИД и так далее. То есть практически у нас еженедельно одна, то и две выставки проходят на территории университета. Также активная работа, ведется работа, я предлагаю слушателям зайти на нашу страничку ВКонтакте. Ведется работа в социальных сетях, информируем мы в социальных сетях о предстоящих мероприятиях, о проведенных мероприятиях. Осуществляем рассылку факультетам и подразделениям университета информацию. Тем, кому будет интересно, заходите на страничку в нашем ВКонтакте, адрес есть в презентации. В этом направлении необходимо вводить новые креативные формы и методы культурно-просветительской работы, такие как библиоперформансы, квесты, бенефис читателя, библиомарафоны и так далее. Все это мы проводим частично со студентами. Наш научно-методический отдел занимается этими вопросами и в какой-то степени успешно их решаем и реализуем. Следующее направление деятельности – это научно-исследовательская работа и методическая. Сегодня научная библиотека Оренбургского госуниверситета – это центр, в котором объединяются интересы различных целевых групп. Это университет, библиотека, учреждения науки и культуры. Как структурное подразделение университета мы оказываем поддержку научно-исследовательской работе, осуществляем мониторинг состояния науки в университете, обучаем и продвигаем библиотечно-информационные ресурсы и сервисы. Как областной методический центр создаем инфраструктуру для аккумулирования и долговременного хранения, и обеспечения доступа к научно-образовательным ресурсам и материалам уникального краеведческого характера Оренбургской области. Формируем единое информационное пространство региона, интегрируем электронные ресурсы библиотек в информационную сеть страны. Соответственно, ОЭП Оренбуржи у нас влился в проект, который реализовывал на ИКОН. Сейчас, к сожалению, из-за волнения не вспомню название. Потом, если кому будет интересно, напишу. Проводим повышение квалификации специалистов библиотек. Оказываем консультативную, методическую и практическую помощь библиотечным работникам. Далее. Ну вот, как я уже говорил, презентовал в 2017 году. Мы своим коллективом выиграли областной грант на тему открытой электронной библиотеки научно-образовательных ресурсов Оренбуржи. Это, соответственно, единое окно доступа к полнотекстовым научно-образовательным ресурсам открытого образования и самообразования, а также к материалам краеведческого характера. Ну вот, ссылка дана. Тоже заходите, смотрите, что удалось реализовать в рамках этого проекта. Далее. В 2018 году мы и сейчас проводим семинары для аспирантов ППС. В прошлом году провели 10 обучающих семинаров для 311 слушателей и 3 вебинара для 109 участников. По разным тематическим, по разным темам. Это информационно-ресурсная база научной библиотеки, это инструменты оцетки и продвижения результатов научно-педагогической деятельности университета, это электронные ресурсы международной базы данных, это и по работе в электронно-библиотечных системах, это и публикация в международном издании шаг за шагом, открытые научно-образовательные ресурсы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Коллеги, пропадаю, нестабильная связь, пытаюсь быстро вернуться. Ну вот буквально уже немножко осталось. В рамках системы повышения квалификации мы проводим и для библиотек метод объединения семинары. Семинары провели 4 обучающих семинара, 27 вебинаров и так далее. Опять же на... ... Продолжение следует... ... Продолжение следует... 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 5 человек в отделе. Как распределяются средства от платных услуг? Средства от платных услуг уходят все в бюджет университету. Те люди, которые задействованы в оказании платных услуг, соответственно, зарплату получают из этих внебюджетных средств. Если имеются прибыли, руководители имеют право выдавать премии коллективу, назначать. К сожалению, как практика показывает, достаточно много средств уходят в бюджет университета и нам практически не остается или ничего не остается. Иду дальше по вопросам. Сколько абонентов и видор, честно говоря, точно не могу сказать, но я думаю до 50. Презентация будет доступна для скачивания. Какие запросы от преподавателей-студентов на мероприятия поступают? Тематики и формат. От кафедр, от факультетов поступает информация, допустим, у них проходит мероприятие, либо конференция, либо какой-то семинар. Просят соответствующие тематики семинара или конференции поставить выставку. Студенты, аспиранты – это основа информационной культуры, аспиранты – это по научным базам данных, по работе. От преподавателей – это скопы с веб-оп-сайенс, это публикации, как опубликовать в международном здании, это работа в РИНС, различные темы. Пытаемся со всеми сотрудничать и удовлетворить их запросы. Интернет, нет, не платный. Ну, в смысле платный, но платит университет. Общий штат библиотетики на текущий момент 37 человек. Читателей – 18 тысяч. В обслуживании на текущий момент из 37 занято порядка 10 человек. А вопрос выше. Напишите, пожалуйста, может быть, что-то пропустил? Нет. Я как бы начал сверху смотреть. Ну, может быть, что-то пропустил. Так, какую АБИС использует для ввода записей? У нас собственная разработка, мы ее называем Intelligence Library, была реализована в 2005 году, конечно же, дорабатывается. Мы не используем коммерческие проекты, а своя собственная разработка. Какой отдел занимается внесением трудов в ППС Фринц? Справочный и библиографический отдел. Ну, вот да, Юрий Павел Юрьевич. Получается, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я вернулся. Снова вернулся. Числа... Ну, компенсируется, но в любом случае, руководство университета смотрит на традиционную книгу выночить, то есть на загруженность персонала именно в традиционный. Да, поэтому... Электронно-библиотечная система, да, это хорошо, но здесь же не задействованы люди. Как у вас постоянно работа с ППС, чтобы они приносили свои труды? А, чтобы приносили, все очень просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Преподаватели приносят свои труды по первой причине. Во-первых, за статьи ВАКС, КОПУС, ВЭПОФ САИНС, статьи конференций выплачиваются стимулирующие выплаты. Поэтому, чтобы эта выплата состоялась, разовая стимулирующая выплата, они заинтересованы принести их в библиотеку. И мы в частности, кстати, библиотека формируют приказ о стимулирующих выплатах преподавателям. Второе. Эти же труды, и не только, а в целом все попадают в индивидуальный рейтинг. То есть мы прикреплены со своей базы данных к индивидуальному рейтингу преподавателей, и они заинтересованы их принести. Поэтому здесь личная финансовая заинтересованность преподавателя заявить о своих трудах в библиотеке университета. Вводит ли учебный отдел данные в вашу систему? Да, конечно же. Учебный отдел, отдел кадров, другие подразделения университета выполняют свои задачи, выполняют свои функции, и тем самым мы видим их данные. У них стоят свои программы, но все они работают с единой базой данных университета. На печатные издания оформляем, и на текущий момент в большей степени, чем на электронные. У нас достаточно большой список периодических изданий на подписку, и ни одна из существующих баз электронной периодики не может в полном объеме такой вот разношерстный список нам предоставить. Поэтому здесь традиционная подписка сохраняется. Есть ли тенденция к радикальной оптимизации персонала в библиотеке, то есть к кратному сокращению? – Произошло кратное сокращение. Сейчас штат 37 человек, и когда я пришел к должности директора, штат был 60 с чем-то человек. То есть, в принципе, за эти три года очень сильно оптимизировались. И, на мой взгляд, мы сейчас находимся на дне по человеческим ресурсам. То есть, дальнейшая оптимизация – это просто отказ от каких-то видов деятельности. Будьте добры, про основную и дополнительную литературу уточните. Основная, я так понимаю, речь идет о рабочих программах учебных дисциплин. В рабочих программах рекомендуется основная и дополнительная литература. В основном мы требуем небольшой список, 2-3 издания, из которых обязательно требуем, чтобы было издание из электронных библиотечных систем. Тем самым просто закрыть книгообеспеченность 100%. Дополнительная литература рекомендует уже все, что им заблагоразумится. Но, опять же, требуем, чтобы эти источники были из фунта. Ну, хотя бы там первые 5 источников были из фонда библиотеки. Научные труды нефинансово как можно простимулировать? Нефинансово как можно простимулировать? Наверное, не как раз пошел университет по пути стимулирующих выплат за труды. Да, и причем здесь получается некий эффективный контракт с преподавателем. Чем, соответственно, больше он пишет, тем выше у него рейтинг, тем больше баллов, тем больше начислений. Электронную библиотеку по искусству, какую можете посоветовать? По искусству. Университетская библиотека онлайн. Финансирование на год. Какое? Порядка 5, может чуть больше 5 миллионов. Как вы считаете, виртуальных посетителей в статистике? Что касается своей внутренней электронной библиотеки, то там, конечно же, стоит счетчик. Здесь мы легко видим, что и кем открывалось. Что касается из ЭБС, то у них, их сервисами, выгружаем статистику из электронно-библиотечных систем. У них там тоже все как бы прекрасно построено. Ну, здесь вот получается потом суммарно. Параметры их учета и поведения. Ну, вот я здесь, наверное, не смогу ответить, потому что не понимаю до конца вопроса. Сколько сотрудников с библиотечным? Ну, практически все с библиотечным образованием, наверное, 95%. У меня нет библиотечного, я его получаю, у меня техническое. Ну, соответственно, программисты у меня с техническим образованием. Ну, еще есть несколько человек в библиотеке с техническим образованием. А так, в основном, все либо с высшим, либо с среднеспециальным библиотечным образованием. А в РИМС труды и так далее размещают сотрудники. Да, размещают сотрудники библиотеки. Опять же, повторюсь, колоссальный объем работы. Помимо того, что библиографы базу собственную формируют трудов преподавателей, готовят списки, еще и в РИМС вносят. Но здесь в помощь сотрудникам библиотеки мы по университету создаем группу разметчиков. То есть сейчас, понимая, что мы этот объем не вытянем на себе, если кафедра хочет разместить свою конференцию в РИМС, мы предлагаем им назначить ответственное лицо с кафедры, мы ему делегируем права разметчика, он выполняет работу, мы смотрим, что там он в Эртиклус сделал. Если все нормально, отправляем на проверку в РИМС. Вот у нас по университету, наверное, уже порядка 30 человек, разметчиков, которые нам помогают. Потому что, опять же, огромный объем работы. Работают в отдельном хорошем помещении. То есть это сотрудники, потому что, во-первых, у них там свой фонд библиографический, а во-вторых, ежедневно посещаемость преподавателей этого отдела, ну, там 15-20, может быть, даже больше. Опять же, если объявляют конкурс, то, соответственно, все, кто придет на переизбрание, идут в этот отдел. Там бесконечный поток преподавателей в этот отдел. Сидят они отдельно. Вот, коллеги, дошел до конца всех задаваемых вопросов. Еще жду, задавайте, с удовольствием отвечу. Занятия. Смотрите, у нас занятия проводили и библиографы. Я и привлекал к занятиям сотрудников с обслуживанием. Вот в этом году быстро, оперативно провели библиографы. А в принципе, все сотрудники библиотеки могут участвовать в этом процессе. Здесь, наоборот, я только за, если не только библиографы в этом процессе участвуют. В трудовом договоре у преподавателей не прописано ничего подобного. У нас полнотекстовая база данных трудов, но частичным. То есть, бывает, что часто преподаватели несут неполные тексты, а, допустим, ссылки на свои труды из каких-либо систем. Это может быть e-library, это может быть Scopus, это может быть Web of Science. То есть, такие авторитетные базы данных, на которые мы можем ссылаться, мы берем тогда ссылки. И не имея полного текста на тот или иной труд. У нас, смотрите, вот в прошлом году было по два академических часа на группу. Было 97 групп, но в этом году все скомкали. Приходила не группа, а целиком весь факультет, и мы в актовом зале, в конференц-зале для 150-200 студентов скопом читали основы информационной культуры. Поэтому в этом году получилось по часам очень мало, но зато залы были полные. Да, мы всем первокурсникам проводим занятия. У нас очень дисциплинированные преподаватели. Лекции оплачивают. Это выделяется часы, соответственно, идет почасовая оплата. Да, я, коллеги, надеюсь, что какой-то объем, какая-то часть информации была вам полезна, и вы что-то, может быть, для себя извлечете для вашей деятельности, да, вот как бы списки книжных выставок и библиографический отдел, и обслуживающие отделы выставки формируют. То есть здесь не только библиографы. На мой взгляд, университетская библиотека – это все-таки одно из самых активных подразделений университета, которое принимает свое участие во всех процессах и оказывает огромную поддержку и содействие в образовательной научной деятельности ВУЗа. Да, я тоже не только библиографами, но и всеми сотрудниками библиотеки очень доволен за их активную плодотворную работу. Спасибо за пожелание. Всем тоже благополучия, роста, процветания вузовским библиотекам.